Доктор, избавьте его, пожалуйста, поскорее от боли. У него сегодня очень важный ужин. Кристина. Дурак. Кристина. Самое важное условие этого ужина, что каждый из приглашенных приводит к собой дурака. Дураки, конечно, не знают, за что им такая честь, и смысл состоит именно в том, чтобы развязать им языки. Он считает, что это ни с чем не сравнимо. Я же не нахожу в этом ничего смешного, поэтому я ухожу. Веселая, добрая история. Никогда не торопитесь с выводами. Семь раз подумайте, прежде чем кого-то назвать дураком. Такой совет, такая мораль в этом спектакле. И мы ей следуем. Потому что все люди со своими странностями, простых не бывает. Поэтому давайте уважать друг друга в этом смысле. С улыбкой, естественно. Автор, он, конечно, прекрасен, он молодец, но, естественно, все остальное мы постарались придумать сами, прочитать это по-своему, вложить какие-то свои смыслы, отдавая отчет, безусловно. Первоисточник. Добрый вечер. Добрый вечер, как дела? У меня хорошо, но... Да, извините, что принимаю вас в таком состоянии. Дело в том, что он меня ради кубит. Я играю как раз того самого дурака. Посмотрите вокруг. Это очень нетрудно. Шучу. Мне очень нравится. И роль эта очень нравится. Спектакль вроде очень легкий. И в то же время такой лирически глубокий. Да, мы славно поболтали. И по приезде в Париж он мне сказал, вам необходимо познакомиться с Пьером Брошаном. Да. И кто же мне звонит на следующий день в министерство? Я. Наверное, я думал, выглядел по телефону. И немаловажно, что мы в новом здании театра Афанасьева. Представляете, это же совершенно новое здание. Оно еще не намолено. Мы немножко привезли свои театральные пыли, рассыпали по кулисам, пыль за кулисами. Немножко осветить это место. Все, кто нас окружает, милые, добрые, а главное, театральные, профессиональные люди. Болеем одними и теми же театральными проблемами. И радостями одними и теми же. Поэтому разговариваем на одном языке. А сегодня попробуем найти общий язык. И подружиться с вашим зрителем. Не могу в это поверить.